День города День города День города Это форменное безобразие Мусорка подъехать не может постоянно Совершенно ненормально Потому что вот бачки вот здесь вот стояли Свежие буквально где-то вот в субботу В пятницу исчезли Куда их перевезли? Зачем? Народу действительно бросать уже некуда Ну куда? Вот оставили вот эти вот четыре Так что это очень ненормальная ситуация Обращение в управляющую компанию Ни к чему не привело На одной из свалок активно шла уборка Образовавшегося мусора Рабочие рассказали, кто виноват в этом Перевозчик 20-го числа Забрал свои контейнеры Железные Выспал мусор И уехал Вот Наша компания Теперь разбирает по всей роще завалы Водитель рассказал, что бывший перевозчик Забрал свои контейнеры не на одной точке Говорилось о трех районах Роща, Преокске, Дягилево Сотрудники рассказали, что перевозчик, который раньше занимался транспортировкой мусора Решил вернуть себе бывшие маршруты В минувшую субботу мусоровозы старого перевозчика приезжали на адреса Переворачивали контейнеры, выгружая весь мусор на площадке А после водитель фотографировал образовавшуюся кучу И отправлял в интернет со словами Перевозчик не справляется Даже запись в соцсетях опубликована анонимно Теперь задача у действующего перевозчика все эти завалы разобрать Вместо железных контейнеров, которые бывший перевозчик забрал с собой или перевернул Будут установлены новые, пластиковые За вывозом мусора обещали следить Осталось только дождаться, пока разберут все образовавшиеся свалки Рабочие рассказали, что трудятся уже третий день Но есть и другая проблема По словам мужчин, им закрыли путь на городскую свалку Мусор предстоит отвозить на перерабатывающие заводы Всю эту ситуацию работники назвали не иначе, как война Причем война это за территорию А жертвы ее обычные люди, которые продолжают жить своей жизнью Рядом с огромными кучами мусора около своих домов Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Завершен ремонт дворов по городской программе «Комфортная городская среда» 110 миллионов рублей потратили на 13 объектов Качество благоустройства и проведенного ремонта проверят весной Выявленные недостатки подрядчикам придется устранить за свой счет В 2019 году программа будет работать вновь На ее реализацию заложено 150 миллионов Почти 100 дворов уже выразили желание принять в ней участие Однако официально подать заявку можно будет лишь с 20 января Вложились в никуда Долгое время в Рязани работала фирма «Капитал Инвест» Предлагали семейные и пенсионные вклады под высокие проценты Офис в центре города, все документы в порядке Однако в конце прошлой недели фирма закрылась С обманутыми людьми пообщался Валерий Седов Я приходил во вторник на той неделе Сидела одна девчонка Она посмотрела на меня, я женой приходил Я говорю, что у вас народ никого А у нас системный сбой История этих людей похожа Каждый принес свои деньги в кооператив «Капитал Инвест» И каждый по итогу остался ни с чем А несколько лет назад в рекламе фирма обещала Если не золотые горы, то вклады под хорошие проценты Кооператив «Капитал Инвест» не был фирмой-однодневкой Обманутые люди рассказали, что существовал он минимум 4 года Притом открылся не в Рязани Есть 14 филиалов практически в каждом уголке России Говорят, в Рязани «Капитал Инвест» появился одним из последних Я узнала по рекламе По телевизору, по рекламе Я узнала даже адрес Я потом смотрю рядом адрес И пришла Даже у меня срок уже закончился У меня в данный момент не было Я попросила И слава богу, все хорошо было Потом я переложила деньги Даже пополняла И потом 3 дня уже смотрю И закрыто, закрыто, закрыто И даже не ответы Вклады были застрахованы «Капитал Инвест» даже раздал каждому пайщику страховое свидетельство От компании «Якорь» со всеми печатями Срок действия истекает в 2019 году Правда, есть одно но 2 ноября Банк России отозвал лицензии Страхового акционерного общества «Якорь» Это решение принято в связи с неустранением В установленный срок нарушений страхового законодательства Ставших основанием для приостановления действия лицензии История у всех заканчивается одинаково Даже на объявлении у двери в офисе появилась надпись о сборе обманутых вкладчиков Очевидцы говорят, к утру у дверей стояла большая толпа Приезжали из Москвы Вот только ни к чему это не привело Никто так и не появился, а телефоны молчат Ваш звонок очень важен для нас Пожалуйста, ожидайте ответа оператора К сожалению, в настоящий момент мы не можем принять ваш звонок Пожалуйста, оставьте свой номер телефона после сигнала Мы вам обязательно перезвоним Пострадавшие говорят, что молчат абсолютно все телефоны А у дверей в центральный офис в Москве с самого утра также собрались люди, которым никто не вышел Ответил только телефон арендодателя Он, кстати, тоже пострадал от компании, но иначе Договор еще действует И аренда не закончилась по договору Они собрались и уехали Они не заплатили ни арендную плату, ни коммунальные услуги Ничего не оплатили и уехали Арендодатель рассказал, что Капитал Инвест снимал помещение на протяжении четырех лет Действующий срок еще не закончился, но денег они так и не заплатили Арендодатель сказал, что звонил и в центральный офис компании Ну, кто подписан в бегах А центральный офис, они общаются со мной Но они говорят, что мало шансов у вас получить арендную плату Потому что пострадали вкладчики И в первую очередь, если даже есть какие-то деньги, то не пойдут вкладчиком Компенсация вклада Обманутые вкладчики уже написали заявление в полицию и в прокуратуру Мы будем следить за развитием событий Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город Крупный пожар произошел в Касимове в выходные Загорелось двухэтажное нежилое здание на улице Советской Пожар тушили 9 пожарных и 3 цистерны Очевидцы сообщают, что во время происшествия слышали звук взрыва Однако сотрудники МЧС эти сведения не подтвердили Вызов поступил на пульт дежурному в 17.15 В это время людей в здании не было Плата за проезд повысится для многодетных родителей Об этом сообщили на сайте Народная Рязань Представители администрации Однако широкой огласки новость не получила Как так вышло и чего ожидать Самым незащищенным слоям населения В нашем сюжете Пока старшие дети на учебе Марина с младшим Ярославом Отправилась в отделение судзащиты Многодетная мама, журналист и общественный деятель Она никогда не оставалась равнодушной К проблемам другим Марина призналась, изначально искала информацию О повышении других тарифов, но наткнулась на постановление О повышении платы за проезд льготникам В частности, многодетным семьям Таким образом, месячный проездной будет стоить 365 рублей Повышают на 15 рублей, делают дороже льготные проездные А что такое льготные проездные? На самом деле, под постановление попадает Если не половина жителей Рязанской области Вы представляете, вот миллион жителей в Рязанской области Из них минимум половины – это люди, это пенсионеры Наш регион стареющий точно так же Это дети, это многодетные Кстати, большинство многодетных семей не знают о своих правах Вот и Марина узнала о возможности получить льготный проездной билет Только после кропотливой работы с документами А самое интересное, что право на льготный проездной Имеет только один из родителей Более того, он именной А между тем, по словам Марины, транспортные расходы Занимают не последнюю строчку в семейном бюджете Школа, кружки, работа родителей Все это, как говорится, выходит в копеечку И деньги вроде небольшие Но что такое 15 рублей в месяц? Но 15 рублей в месяц для бюджета – это ничто Возвращаясь к той же самой Рязани Они в месяц с сирых и убогих В хорошем смысле этого слова Не в уничижительном, а с людей, которым тяжело Соберут миллион Когда Марина увидела это постановление На сайте регионального правительства Подумала, что ошиблась Не раз его перечитывала Советовалась с юристами Но итог остался тот же А между тем, только в городе Льготными проездными пользуются Порядка 70 тысяч человек Марина уверена, что за этим повышением Последуют и другие По мнению журналистов В регионе, конечно, есть реальные льготы Которыми пользуется их семья в том числе К примеру, программа по организации Обеспечения детей из многодетных семей Бесплатным отдыхом Бесплатное питание в школах, обслуживание Вне очереди в госструктурах Особенно это актуально в поликлиниках И так далее Но есть и такие льготы Получить которые без труда не получится Вопрос с приобретением рабочих тетрадей Остро стоит для всех родителей Рабочие тетради Те, на которые каждый год Говорят Ну понимаете, ну вот можно рабочие тетради Ну купить, ну давайте скинемся И так далее Я посчитала В этом году я должна была на рабочие тетради Потратить 7,5 тысяч рублей Но они же положены Бесплатно по закону В свете этой ситуации Повышение цен на льготные Проездные билеты Кажутся по меньшей мере Кощунством Считает Марина Чупейкина К тому же Она уверена И свою уверенность Подтверждает конкретными данными Что это одно из многих Повышений, которые ждут Жители региона в 2019 году Мария Рудай, Станислав Кудряшов Телекомпания «Город» Реконструкцию центрального рынка Запланировали провести После прямой линии с губернатором Об этом Николай Любимов сообщил На своей странице в социальной сети Изменения будут произведены Со стороны улицы Маяковского Данную территорию освободят От устаревших контейнеров и лотков Эскизный проект обновленного рынка Уже разработан На очереди создание рабочего проекта Над ним совместно работают Администрации города и рынка Нефтяная компания «Роснефть» Получила премию «Товар года» За представленное топливо «Пульсар» Премия «Товар года» Была учреждена Национальной торговой ассоциацией В 1998 году И проводится при поддержке Московской международной бизнес-ассоциации Торгово-промышленной палаты И правительства Москвы Ежегодно награду присуждаются Наиболее популярным товаром В различных категориях Подробности далее Компания «Роснефть» В третьем квартале этого года Завершила масштабный проект По развитию топливного портфеля Который обеспечил присутствие Фирменного топлива «Пульсар-95» И «Пульсар-92» На 960 автозаправочных станциях В 27 регионах России От Санкт-Петербурга До Дальнего Востока Кроме того, компания «Роснефть» Выпустила на российский рынок Новое высокооктановое топливо «Пульсар-100» Которое уже реализуется На заправочных станциях Компании в Московском регионе Золотая звезда премии «Товар года» За «Пульсар» Это лучшее подтверждение Доверия клиентов К высококачественному инновационному продукту Компании «Роснефть» В этом году гостями торжества стали более 400 представителей Крупнейших российских и зарубежных компаний-производителей Торговых сетей, банковских структур Органов государственного управления Среди награжденных компаний «Роснефть» Которая в этом году представила в России Инновационное топливо «Пульсар-100» Для того, чтобы вы наполнили свой бак Лучшим бензином «Пульсар» Сотни тысяч сотрудников компании «Роснефть» Компании номер один в мире Ведут разведку и разработку месторождений Бурят скважины в суровых морозах И на экстремальных глубинах Применяют космические инновационные технологии Все это для вас, друзья Чувствуйте пульс дорог с нашим «Пульсаром» Фирменное топливо «Пульсар» Это результат реализации масштабной программы Нефтяной компании «Роснефть» По модернизации собственных нефтеперерабатывающих мощностей И нефтебазового хозяйства Направленной в первую очередь На повышение потребительских качеств моторных топлив Уникальность топлива «Пульсар» заключается в том Что в нем содержится большое количество Высококачественных компонентов Предотвращающих образование отложений Которые могут привести к потере мощности Увеличению расхода топлива И вибрации двигателя «Пульсар» обеспечивает чистоту топливной системы В процессе работы двигателя Для примера, при переходе с обычного бензина АИ-95 На «Пульсар-95» Уже после 60 часов работы Удаляется до 58% отложений На выпускных клапанах двигателя Кроме того, «Пульсар» сокращает расходы автовладельцев на бензин При его использовании снижается эксплуатационный расход бензина Что позволяет проехать дополнительные километры На одном полном топливном баке Новое высокооктановое топливо «Пульсар-100» Специально разработано для современных высокофорсированных двигателей С прямым впрыском топлива Новый премиальный продукт стал официальным топливом российской серии кольцевых гонок И гоночной команды «Ладо Спорт Роснефть» Автомобили всех пяти классов серии используют исключительно бензин «Роснефть» С октановым числом 100 Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Новогодние каникулы продлятся 10 дней Однако рабочая неделя окажется затяжной В субботу рязанцы будут работать вместо понедельника Таким образом праздники и долгожданный отдых начнутся уже с воскресенья 30 декабря И продлятся до 8 января включительно А первым рабочим днем Нового года станет 9 число Стоит отметить, что за счет новогодних каникул увеличатся и майские праздники Выходными днями станут 2 и 3 мая Самые маленькие рязанцы и их родители уже начали отмечать Новый год К ним в гости пришли Дед Мороз и Снегурочка Настоящее новогоднее приключение вместе со сказочными героями Устроила строительная компания «Капитал Строитель Жилья» На праздники побывала Мария Рудая Шел к вам издалека, через леса дремучий Через болота глубокие, да через поля широкие «Капитал Строитель Жилья» устроил настоящий новогодний праздник Который прошел в семейном квартале Петра и Февронии на Солочинском шоссе Первая очередь уже готова к сдаче В ближайшее время владельцы получат ключи от своих квартир Для них это главный новогодний подарок Семья Бурлаковых купила здесь евро-трешку Пока их всего трое Мама Наталья, папа Владимир и маленькая дочка Но квартиру они решили купить с учетом будущего пополнения Поэтому дом и застройщик выбирали долго и тщательно Долго выбирали дом, очень понравился, красивый, планировки хорошие, смарт-квартиры очень современно Ну все устроилось Расположение очень нравится, транспортная доступность, двор красивый, территория благоустроена Надеемся, скоро получили ключи За 2018 год тысячи людей уже получили ключи от своих квартир Сданы 4 дома Все больше людей выбирают квартиры именно от капитала В уходящем году компания достигла новых вершин И не собирается останавливаться на достигнутом Наша компания в едином реестре застройщиков России, ЕРЗ Вышли на 24 место в России по рейтингу застройщиков Мы имеем наивысший рейтинг по качеству и по скорости строительства жилья и своевременности У нас, кстати, рейтинг 5 Ну и с первой пятерки лизанских застройщиков у единственных Мы этому очень-очень рады Общие праздники стали уже традиционными в жилых комплексах капитала На этот раз детвора резвилась, несмотря на мороз Лев Алекс поднял всем настроение зажигательным танцем Так что мерзнуть было некогда А тех, кто все же почувствовал мороз и замерз Ждал горячий чай, кофе и свежая выпечка Конкурсы, загадки и викторины Не скучал никто А еще капитал в новом году готовит настоящий сюрприз Не только для жителей комплекса Петра и Февронии, но и для всех рязанцев 200 метров качелей, так что зовем всех летом кататься всю Рязань на качелях Потому что качелей хватит всем А то будут качели, 3D качели Это балансиры пружинки Перголы, не перголы То есть это будет совершенно такая вещь В новый год с новыми планами Капитал строитель жилья продолжает радовать, удивлять и делать жизни рязанцев комфортнее и лучше Поздравляем всех с Новым годом Желаем счастья, желаем любви Мы сдаем вот этот уже дом, все, он уже на грани сдачи В этом году, вот прямо сейчас перед Новым годом мы передали ключи в юности Там люди жили, зажили Здесь вот сейчас готовимся уже ключи передавать И это очень-очень-очень-очень хорошо Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Снегопады обещают синоптики в последние дни декабря Они должны радовать рязанцев всю неделю, создавая новогоднее настроение В целом погода обещает быть мягкой До пятницы столбик термометра не опустится ниже минус 10 градусов ночью и минус 8 днем Выходные будут чуть прохладнее, буквально на пару градусов А 31 декабря синоптики обещают минус 6-8 градусов днем и минус 10 ночью Морозы не должны помешать рязанцам посетить главную елку этого года Она пройдет на площади Ленина Подробную программу новогодних праздников вы сможете найти на нашем сайте Это были все новости к этому часу Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в социальных сетях А я с вами прощаюсь, хорошего вечера и до встречи в эфире Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла До работы далеко, добираться нелегко Каждый день ее я жду, грустным не бывает Потому что мамочки мне очень не хватает А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс Строительная компания «Зеленый сад» Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка» Недалеко от Рязани в Полянах Перед домом оборудована детская площадка Имеется достаточное количество парковых мест В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет Телефон 275555 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok